Виктор Ягун, да, да. Присоединяется к нашему эфиру генерал-майору запаса службы безопасности Украины. Виктор Николаевич, рады приветствовать. Мы очень рады вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а сколько положено диктатору иметь двойников, ну, чтобы спать более-менее спокойно? Ну, знаете, эта теория такая очень интересная. Виктория началась она давно, и все про нее знали, что еще у каких-то там правителей, там, ханов, не знаю, царей действительно были свои какие-то двойники, которые издалека могли выполнять какие-то роли для того, чтобы в случае чего он мог прикрыть своего суверена от вражеской, там, не знаю, стрелы, копья или еще чего-нибудь. Ну, вот, как бы, вот эта вся легенда, она перешла уже теперь на современные. На самом деле, последнее такое очень серьезное было расследование, это по двойникам Гитлера и двойникам Сталина. По двойникам Гитлера мы знаем, да, ситуацию, что и советская разведка, и разведка других мировых стран, которые входили в коалицию антигитлеровскую, они действительно охотились за Гитлером, и пребывание его на тех или других мероприятиях, особенно в последние годы нацизма, оно действительно вызывало очень много вопросов, потому что он выглядел действительно по-другому, ну, по-разному. Про Сталина тоже были, вплоть до того, что даже знали фамилию двойника, и что вот он действительно принимал участие во многих мероприятиях. Поэтому я думаю, что вот по наследству это все перешло легендарно и на Путина, но под этим есть действительно очень много информации, например, того, что сейчас информационные технологии, фотографии, видео, фото, это все очень можно четко посмотреть, проверить, сравнить, сопоставить. Есть компьютерные технологии, которые действительно показывают, что есть много вопросов, будем так говорить, по отношению к тому или к другому лицу. Да, ведь мы живем в мире цифровых технологий и новых технологий, поэтому, может быть, эта информация, она умышленно не распространяется, либо же нужно оставить это все на уровне теории Загоров, как вы считаете? Я думаю, правда где-то посередине, потому что использовать человека, который действительно похож, можно подготовить одного, ну не больше. Если мы говорим про каких-то там, не знаю, кучу военников, ну это вот вызывает какие-то большие сомнения, потому что информация, которая становится известна многим людям, которые готовят там, обеспечивают безопасность этого человека, она бы уже давно получила свой, ну то есть она бы вытекла и точно бы мы уже знали правду. На самом деле, представьте себе, насколько сложно, это что надо делать, два бункера, два отдельных там, ну это если два человека, да, а если три, то что три бункера, ну чтобы они как-то не встречались между собой или что, или они проводят какое-то совещание, и каждый говорит, вот ты сегодня там, ты сегодня тот там, а ты там, ну как-то оно не очень логично, поэтому можно предположить, что может быть один человек, да, которого время от времени можно выставить где-нибудь действительно за столом, подальше от этих вот, где-то там на каком-то мероприятии, на стадионе, на еще где-нибудь, но я не думаю, что прямо можно его отправить, подписывать какие-то международные договоры, или принимать участие в международных конференциях, потому что, тем более за границей, потому что это, ну, чревато, то есть некоторые документы можно призвать просто никчемными, потому что их подписывал непонятно кто. Поэтому теория за говором, теория за говором, а безопасность первого лица государства, она действительно остается в очень таком ограниченном узком кругу людей, и информация оттуда, ну, просто невозможна, чтобы она утекла. Виктор Николаевич, с момента начала войны 2014 года, да, и тем более с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля, мы вынуждены созерцать Путина в разных ситуациях. Вы для себя какие изменения в его поведении, в риторике отметили? Я думаю, что он, у него вот этой спеси, да, поубавилось. Надо посмотреть, как он себя ведет сейчас, и как он вел себя 24 числа. Про то, что, там, скидывайте президента, принимайте решения, там, еще что-то такое. То есть, вот это вот, старшие братья, да, вот это вот, мы старшие братья, мы сверху, мы все понимаем, мы все знаем, мы знаем, как лучше будет, поэтому мы вам указываем. Вот это вот нету. Нету, и как себя вести, он тоже не... Вот его научили так вот за 20 лет, что он должен быть первым, а тут его начинают где-то там ставить на место. То его Рахмона где-то там поставил на место, то еще какой-то там президент, который вообще, он даже не знает, как выговорить фамилию его. То есть, это для него, ну, настолько ужасающе, что я просто себе представляю, насколько психологически удары он получает каждый день. Тут он общался с первыми лицами мира, а тут его, об него вытирает ноги какой-то там, не знаю, президент, не будем называть какой-то страны. А вот такие вот случаи, как с Севастополем и с зерновым, вот этим договором по зерну, это, конечно, вообще, это очень интересно, да, то есть, в конце концов, он уже просит про что-то, вот мы там сейчас вот где-то, может, дадите нам гарантии. И это все, конечно, психологически на него давлеет. И он просто от этого точно не здоровее. Ну, а вы тоже ведь заметили, да, изменение риторики Путина. Я даже не беру уже временной промежуток. Вот Мочи в сортире, цитируя, когда он еще в белом свитере сидел и анонсировал взрывы, когда только формировался миф о террористах-чеченцах, опять же, в кавычках. И вот до этого «ура», когда мы услышали даже не голос, а попытку полувздоха. То есть, даже на уровне того, что и как говорит Путин сегодня, уже можно понимать, как он либо устал, либо изменился, либо что. Поясните, пожалуйста, вот ваша версия. Ну, смотрите, 20 лет при власти. 20 лет ты первый человек, и за тобой там, не знаю, действительно наносят все, что надо и не надо. И тебе не надо вообще некоторые вещи, ты даже не понимаешь, как они происходят. То есть, ты настолько оторванный от жизни, что ты можешь выйти в магазин и не знать, как... Вот я точно знаю, что он не знает, что телефоном можно рассчитываться в магазине. Вот реально. То есть, по таким мелким вещам, это говорит о том, что человек оторванный от реальности, от жизни, по очень многим вещам. Он же действительно... Это же правда, что некоторые гаджеты от него должны находиться на расстоянии больше 20 метров. А то, что мы называем компьютером, это такое фиксы, на самом деле это телевизор, который сделан под компьютер. То есть, никого там компьютера нет. Это действительно для видеосвязи, и сам компьютер может находиться вообще в другом помещении. Это все от тех фобий, в которых он живет. И он просто не может, человек в таких вот условиях, долго продержаться психологически просто не может. Поэтому такие происходят изменения психологические и вокруг него, когда у него официально вроде как бы объявили о распаде семьи. Но это же понятно, да? Близкий человек просто, наверное, не понял, как можно от себя доходиться близко с человеком, который с каждым днем становится все больше и больше, не просто отдаляется, а превращается в какого-то монстра. Поэтому лучше отойти и забыть про это все дело. Поэтому у него нет ни близких, поэтому вокруг него эти все легенды складываются про кучу детей, там, не знаю, еще про что-то. Ну, какие куча детей, знаете, ну, давайте будем мудрыми. А как Путин свою политическую карьеру закончит, как вы считаете? Ну, в России единственный человек за последние сто лет, который нормально закончил, это был Хрущев, которого вовремя отправили на пенсию, и он на даче доживал свой век. Поэтому я думаю, что традиция будет сохранена либо ногами вперед, либо табакеркой в голову. А, ну, то есть вы считаете, что вот эта вот точка невозврата уже пройдена, да? Уже без вариантов по хрущевскому сценарию пойти? Однозначно. Никто его никуда не отпустит, вы что? Надо же на кого-то списать эти все дела, все эти греха. Грехи есть, чтобы сказать, что вы знаете, мы вообще ни при чем. Вот тот придурок стоял тут при власти, вот на него все и списывают. А на Шойгу все это столкнуть? Он же пока еще исполняет обязанности министра обороны. Да я думаю, что Шойгу в лесах уже никто не найдет, он вовремя уйдет. Без работы не останется, он будет шаманить. Да, и мне маму-украинку из степей, луганских степей, отца Тувинца, я думаю, что это кровью сыграет, и он как истинный казак Тувинец уйдет в леса. Очень интересное наблюдение. Вы сказали о том, что телевизор это не компьютер, это телевизор, о том, что телефон. То есть такое впечатление создается, что Путин не живет в сегодняшнем дне. Он как будто бы изолирован от новых технологий, умышленно совершенно, и живет в прошлом. Многие люди просто не выдерживают его вот этих вот речей. Но вот даже последняя вот эта валдайская речь, ну смотрите, там настолько противоречивые вещи, ну то есть там вначале речь одно, в середине второе, потом третье, причем то третье противоречит второму, а первое противоречит третьему. И вот это вот если разложить просто на составляющий все этот доклад, ну действительно думаешь, боже, ну вот неужели он не читает то, что ему готовят. То есть человек оторван, он истории не знает, он на уровне какого-то там двоечника начинает рассказывать про каких-то действительно боевых комаров, там не знаю, еще какую-то там ересь. Ну вот как можно, я человек, который закончил нормальную школу 10 лет, да, еще даже при Советском Союзе, вот я при Советском Союзе заканчивал школу, ну там базовое образование было, ну очень такое стабильное. Я вообще не понимаю, что он заканчивал, где он учился, какое образование. Прогуливал в Питерской подворотне, судя по всему. Без понятия. Виктор Николаевич, спасибо большое за ваши комментарии. Виктор Ягун, генерал-мейерозапаса, служба безопасности Украины был с нами на прямой связи.